наше заседание, и я предоставляю с удовольствием слово Людмиле Александровне Карпушкиной, кандидату филологических наук, доценту кафедры русской классической литературы и словистики Литературного института и доклад Людмилы Александровны «Параллельный сюжет поэтики Гоголя. Повесть о Капитане Копейкине и другие эпизоды». Людмила Александровна, вам слово. Спасибо большое, Алена Юрьевна. И не только за предоставленное слово, ну, конечно, в первую очередь хочу поблагодарить Юрию Георгиевну Минералову и Галину Юрьевну Завгороднюю за то, что они продолжают эту славную традицию. На нашей кафедре всегда самым технически продвинутым человеком был Юрий Иванович Минералов. И то, что кафедра поддерживает эту традицию и, несмотря на все сложности, осваивает новые технические форматы, мне кажется, это очень достойно и замечательно. Итак, мой доклад посвящен теме, которую я, честно говоря, обдумываю достаточно уже давно. И она когда-то в таком неком практическом абресе наблюдения за текстом была достаточно позитивно оценена Юрием Ивановичем Минераловым, но вот мысль довести до ума как раз мне удалось, кажется, удалось только сейчас, опять же таки, не без его апостериорной, но очень весомой помощи. Конечно, я не буду останавливаться на других эпизодах, потому что это займет слишком много времени и обращусь сразу к основной теме, к повести о капитане Копейкина. Конечно, мы все с вами прекрасно понимаем, что параллельные во времени и пространстве миры соприсутствуют в творчестве Гоголя на разных уровнях, от развернутой метафоры до сжатого, но вполне себе прорисованного сюжета. И вот когда это метафорическое окно открывается, скажем так, подольше и содержит какие-то линии уже более контурно прорисованные, по частям в Гоголевском произведении создается как раз вот такой феномен параллельного сюжета, вроде бы внешне не связанного какими-то именно событийными вещами с основным сюжетом, но тем не менее в смысловом значении очень-очень даже важные для основного сюжета. Конечно, этот прием мы можем наблюдать и в странствийских помещиках, и в Невском проспекте, где такие вставные параллельные сюжеты становятся средством для интерпретации сюжета Большого. И повесть о Капитане Копейкине на первый взгляд содержит некое такое сюжетное отвлечение, ретардация создается перед кульминационным напряжением интриги. И достаточно много говорили, конечно, о генезисе этого сюжета, так Воропаев указывает на фольклорные песни, на влияние полемии на идею этого сюжета. Васьков обращает внимание на мотивы в романах Гречи «Черная женщина» и «Полевого Абадонна», типологически сходное с эпизодом посещения Копейкиным комиссии. Ну и вообще этот исследовательский опыт можно констатировать, что повесть представляет собой достаточно сложный сплав разнородных явлений и влияний, но все равно остается что-то недосказанное, потому что объяснить весь этот сюжет даже этой суммой фольклорных источников и каких-то сюжетных мотивов уже встречающихся в произведениях других авторов оказывается невозможно. И здесь очень важное как раз предположение Юрия Ивановича Минералова. Так, мне кажется, им легко вроде бы и я бы даже сказала как-то может быть просто высказанное мимоходом, но дающий на самом деле в себе очень глубокий смысл и возможности интерпретационные. Он пишет в истории русской литературы 19 века образ капитана Копейкина мог быть рассчитан автором на восприятие в масштабах полностью реализованного замысла мертвых душ. И эта мысль сразу смещает возможности интерпретации. Потому что мы сразу понимаем, что есть действительно какая-то сверхзадача, которая сигнализирует о себе некой знаковой системой на уровне как раз индивидуального стиля. Вроде бы уже изучались внутритекстовые конечно переклички. Лотман говорил о связи имени Копейкина с наставлением «Беречь копейку», которое дает отец Чичикову. Лотман обращал внимание на то, что парадоксальным образом повесть событийна, не связана с основным сюжетом. Но связь между параллельными сюжетами у Гоголя, как мы уже неоднократно убедились, никогда не основана на каком-то банальном участии одного и того же персонажа. в этих сюжетах и она пребывает на уровне идейного обобщения, формирования глобальной художественной мысли автора. И может быть именно с этим свойством иллюзия обособленности параллельного сюжета будет связана такая достаточно странная податливость Гоголя в переделке поиска о капитане Копейкине в связи с цензурными претензиями. Ведь Копейкин оказывается не фигура противопоставленной Чичикову и не банальные инвективы высшим кругам, а такие инвективы, как мы уже убедились, пачками публиковали Гречи и другие благодамеренные авторы. И колоритная речь пачками иронично редуцируют малейшие возможности интерпретации поиски вот сугубо в обличительном смысле. Так сказать, комиссия проливала, так сказать, кровь. И эта параллельная интонация Гоголя относится к действительности во всем ее объеме, не исключая и Копейкина. Вспомним, что Гоголь мучительно долго ожидал ответа петербургской цензуры. Известна эта достаточная история, как Никитенко просто-напросто вырезал поиск о капитане Копейкине, понимая, что он до конца чего-то не понимает, а взять ее, убрать, да и ничего страшного вроде бы не случится. Гоголь указывал на то, что поиск необходим для перемены впечатлений и так далее, и так далее, но представляется, что это могло быть очередной ловкой Гоголя, так же, как и изменения в цензурном варианте названия «Мертвых душ». То, что нет связи событий, да, это было гоголевским пузырем для того, чтобы, может быть, как-то замаскировать, собственно говоря, необходимость в идейном плане этой повести для всего произведения. И в результате Гоголь пошел даже на большие уступки, чем цензура от него требовала. И вот эта даже избыточность его работы над текстом нам показывает, что Гоголь все-таки, видимо, действительно не мыслил Копейкина противопоставлять собственно Чичкову, а они являются героями одного круга, одного того самого адского, можно так сказать, уровня, из которого потом задумано уже возрождение в следующих частях текста. Конечно же, можно обратить внимание на то, что внутри текста есть переклички, когда буквально, скажем так, зарифмованы действия Чичкова и Капитана Копейкина. Они одинаковым образом собираются, соответственно, Капитан Копейкин на прием к значительному лицу, Чичков к губернатору, они делают даже сходные, осуществляют сходные действия. По дороге, когда они уже по этому гуглевскому, можно сказать, алгоритму, который он сам однажды описал, уже готовы схватить удачу за хвост и думают, что сейчас достигнут желаемого, но вдруг какое-то внезапное препятствие, и они оказываются еще дальше, чем были от предмета, собственно говоря, о котором мечтали. Не случайно на пути и Копейкина, и Чичкова в их мечтах образуются женские фигуры. Копейкин обращает внимание на англичанку, которая как лебедь эдакий, и уже за ней на своей деревяшке трюх-трюх, но подумал, нет, я что-то расходился, обожду, надо получить пенсион. Точно так же Чичков по дороге к губернатору думает о той самой прекрасной блондинке, которую он встретил, и воображение уже начал даже слегка шалить, но тоже себя нескольким образом приостанавливает, потому что для осуществления вот этих заветных идей тоже нужно бы, собственно говоря, сначала осуществить эту идею жизненного материального устройства. Но мы видим, что для Гоголя, конечно, важным становится даже в процессе таком текстовом показать некую синхронность действий и Чичикова, и Копейкина, и когда они появляются соответственно каждый в том учреждении, куда стремились, они получают даже сходное, скажем так, ну, такое неблагообразное благословение от высших чиновников. Обоих их ждет жестокое разочарование, которое изображено сходным и чижительным образом. Копейкин выходит как худель, понимаете ли, который повар облил водой, хвост у него между ног и уши повесил. На Чичикова швейцар смотрит с презрением, и геуш, коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты видна так себе шушера какой-нибудь. Сравним в поиске капитана Копейкина фигуру швейцара, графская физиогномика, как отформенный жирный мопс какой-нибудь, батистовые воротнички, канальство, и вдруг неожиданно и Чичиков из уважаемого коллежеского советника шестого класса превращается, как и Копейкин, в жалкого просителя. Здесь, конечно, такая рифма, в некотором роде, по словам бачмейстера, тоже чрезвычайно важна. И получается, что событийно образуя отдельный сюжет, поиск о капитане Копейкине оказывается тем не менее крепко связанной с общим повествованием, начиная от параллелизма движения героев и до типологии их миропонимания. И здесь вот как раз вовремя вернуться к тезису Юрия Ивановича Минералова о потенциальной сверхзадаче в глобальном замысле мертвых душ и возможности такой интерпретации, что ингиптива Гоголя не направлена конкретно на значительное лицо или на Копейкина, и даже, может быть, и не на Чичикова. Вспомним авторскую иронию относительно именования его подлецом. Зачем же быть так строго другим? Ингиптива направлена на сам образ жизни человека, формирующий единый стандарт мышления о жизни. Гоголь показывает, что человек стремится к обеспеченности существования как конечной цели своего существования. И даже такое потрясение, как война, не в силах сбить этого сценария кривого пути мертвых душ. Только авторские отступления в первом томе поэмы дают надежду на возможность грядущего преобразования темной реальности. Это, конечно, та самая мечта о высоком внутреннем человеке, которое будет заявлено во втором томе, которое и освещает, по сути, направление этого пути. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Александровна, вам. И вопросы можно Людмиле Александровне задавать. Можно вопросик задать небольшой. Нужно, Сергей Анатольевич. С удовольствием. Да. Людмила Александровна, как вы думаете, эта повесть о капитане Копейкине реализует жанровую интенсию, поэма? Жанровую? Извините, плохо слышно. Интенсию. Ну, то есть, жанровую задачу, поэма, это же авторская миновая. Извините, плохо слышно. Извините, язык не пород ли вы с утра? Ну, наверное, может быть, отчасти, потому что, конечно, там больше пародийного начала, да, того самого сатирического, но у Гуголя как раз визитная карточка в его стиле это парадоксальное совмещение сатирического и лирического, что удается вообще, ну, скажем так, по пальцам авторов можно посчитать. Конечно, повесть капитане Копейкине, она больше в той самой сатирической, да, стилевой тенденции находится, но она не вступает в противоречие удивительным образом, потому что стиль, в смысле стиля, она все равно оформлена достаточно, ну, скажем так, любопытными художественными средствами, ну, просто это очень обширный разговор сейчас, да, если говорить, то мой ответ отчасти, да, принадлежа к другой стихии стилевой, да, внутри, собственно, мертвых душ. Там можно некоторые моменты, конечно, найти поэтического характера, да, и как-то их объяснить, но это, к сожалению, для отдельного разговора, тема. Да, спасибо большое, Алина Александровна, конечно, тут есть не только лирическое и сатирическое, но и поэтическое, как явление ассоциативности. Спасибо.